В зачётке студентки 4-го курса кафедры журналистики Севастопольского филиала МГУ только пятёрки, добытые знаниями, упорством и практикой. Следующая сессия нескоро, и пока от учёбы можно отвлечься. Например, на работу. Без пера и микрофона быстро заскучаешь. Привет, университет! В эфире радио Курс FM у микрофона Лада Литвак. И мы начинаем наш эфир. Лада Литвак стала одной из четверых студентов Севастопольского филиала МГУ, которые прошли отбор и стали участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в 2017 году. Наверное, самой важной для меня встречей стало общение с Еленой Леонидовной Вартановой, деканом факультета журналистики МГУ, как лицом журналистики, как человеком, к которому стоит стремиться быть такой, как она. И наука, и практика – это идеальное сочетание. И когда мы опускаемся, мы остаёмся студентами Московского университета на всю жизнь. Это вот внутри. 25 января – праздник для всех вузов России. А для МГУ – вдвойне. Ведь это день рождения университета. Императрица Елизавета подписала указ о его основании в 1755 году. За два века появилось много ритуалов. Например, пить в этот день медовуху – традиционный напиток студентов МГУ. По такому случаю в Москве её разливает сам ректор Виктор Антонович Садовничий, а в Севастополе – директор филиала Иван Сергеевич Кусов. Выпить медовухи для студентов – это практически завершить сессию. И вот у нас только отличники, да? Все отличники у нас здесь. По секретному рецепту угощаем. А рецепт не выдаёте, секрет рецепта? Нет, не выдаём. Я отлично сдал сессию, тоже могу это отметить. У меня маму Таня зовут, поэтому Татьяна День я тоже отмечаю. То есть у меня сегодня просто праздничный день. Медовуха, день студенчества. День Татьяна. Как сессию сдали? На отлично. Одна пересдача. Мы на четвёртом курсе, бояться уже нечего. Поэтому мы пришли на праздник. Между дипломом и сессией промежуток небольшой. А вы как сессию сдали? Фулл хаус. Ну, поэтому вот. В Татьянин День в севастопольском филиале МГУ по-домашнему уютно. Кроме традиционной медовухи пили чай. С лучшими студентами руководитель вуза встретился за одним столом. Душевно побеседовал и вручил грамоты 40 отличникам. Усилиями Московского университета ректора Виктора Антоновича Садовничева этот праздник был возрождён и стал таким всероссийским поистине. И празднует сейчас как День российского студенчества. Поэтому мы как Южный кампус и представительство здесь Московского университета, конечно, все традиции соблюдаем. Студенческий праздник завершился танцевальным шоу «Аргентинская танго» в Севастопольском академическом театре танца имени Вадима Альбертовича Елизарова. Екатерина Коломеец, Анатолий Паньков, Севинформбюро.